Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Ирина Минаева. В Измаиле иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. ДТП случилось утром в центре города. По словам очевидцев, автомобиль Мазда двигался на большой скорости и не успел затормозить перед зеброй. Женщина получила тяжелые травмы. Ее доставили в больницу. Личность пострадавшей устанавливается. А в Одессе на улице Святослава Рихтера иномарка сбила велосипедиста, пострадавший в больнице. Авария произошла на пересечении с улицы Спартаковской. Водитель автомобиля Тойота не пропустил велосипедиста и сбил его. Пострадавшего увезла скорая, сообщили в пресс-службе патрульной полиции. В двух утренних авариях на Черняховского и Среднефонтанской люди не пострадали. Однако ДТП спровоцировали огромные пробки. Ближе к пяти вечера проспект Глушко стал практически непроизным. Одесситы перекрыли дорогу недалеко от площади независимости. Горожане ходили по пешеходному переходу, протестуя против уничтожения зеленых насаждений. Настройки на проспекте Глушко начали врубать деревья. Одесситы говорят, под видом ветхих и больных уничтожают вполне здоровые насаждения. Люди выступают против стройки и вырубки деревьев. Горожане, которые в конце рабочего дня ехали на Таирово, были весьма недовольны возникшими из-за акции пробками и необходимостью искать объездные пути. Юные яхтсмены из разных регионов Украины прибыли в Одессу для участия в чемпионате по парусному спорту. Лето окончилось, но яхтенный сезон продолжается и погода способствует выходу в море. На торжественном открытии гонок побывали наши корреспонденты. Соревнования будут красочными и азартными. Поскольку этот чемпионат имеет большое значение для участников, уверен и тренер команд. Это чемпионат, это подсумковый чемпионат этого сезона для юнаков и девочек. Это чемпионат, за результатами которого будет формирована национальная юнацкая сборная команда Украины на 2020 год. В этом чемпионате участвует 11 команд, 11 регионов. Это 10 областей Тернопольская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская, Киевская, Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Киевская. В целом, количество участников 167 участников из всех регионов. За первенство Украины соревнуются юноши и девушки в нескольких классах яхт. И каждый надеется на победу. Начала я заниматься из-за нашей традиции семейной, что у нас занимался дедушка, папа занимался. Ну и я начала заниматься парусным спортом. Чем тебе нравится? Почему? Мне нравится заниматься этим спортом, потому что он очень энергичный, веселый и экстремальный. Мы много тренировались и можем победить. Готовы на победу. Команда у нас постоянно на воде. Тренируемся, развиваемся. Дружный коллектив. Парусный спорт – это жизнь. Кадет третья, лезер первая, 4,7. Радиал тоже первая. На сборах тренировались в Никополе, а там были ветраты. Вот подобие вот таких, и волны тоже были большие. И вот есть шансы. Для Одессы этот чемпионат – знаковое событие, говорит президент парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков. Чемпионат Украины в детских и юношких классах давно не проводился в Одессе. Вроде даже 10 лет не было его. Но это знаковое событие. Мы очень рады, что в Одессу все больше и больше приезжает яхтсменов, все больше и больше проводится всеукраинский хрегат. Нам это очень важно. Нам очень важно, чтобы Одесса стала центром парусного спорта в Украине. У одесских команд есть все предпосылки для того, чтобы стать победителями, считает Альберт Васильевич. Одессу представляют две школы. Это городская школа номер 13, которая помогает компания «Трансбункер» и областная школа «Одесска». И вот это основные участники из двух школ. У нас очень сильные яхтсмены. Алина Шаповалова, она как бы лидер, можно сказать, нашей одесской команды. И мы, конечно, все на нее рассчитываем. Члены одесских команд чувствуют себя уверенно и готовы состязаться за призовые места. Мне 10 лет, и дедушка меня привел в парусный спорт, чтобы я занимался, выигрывал места. У нас в нашем яхт-клубе есть достаточно претендентов, чтобы занять первые призовые места. Во-первых, мы хозяева все-таки яхт-клуба. У нас эта школа сильнее чем-то. И вообще в Одессе родился парусный спорт, в общем-то. Одесса – единственный черноморский город в Украине, где можно проводить тренировки и гонки, говорят яхтсмены. И главный результат таких состязаний – повышение интереса к парусному спорту, как у взрослых, так и у детей. Важен не результат, а важен то, что закаляется характер в такую погоду, что дети абсолютно другие, становятся самостоятельными. Это самый важный результат для них. Если один член семьи начинает заниматься парусным спортом, то, как правило, увлекает и своих родственников. Так появляются целые семейные династии яхтсменов. Меня привел сосед. Я своих детей привел. Сын участника Олимпийских игр в Пекине. Дочка МСМК по парусному спорту. Сейчас трое внуков в парусе. Все здесь. Четвертый маленький. Пока еще не привлекаем. Яхтинг универсален тем, что им можно начинать заниматься в любом возрасте, говорят тренеры. Ну, если рассматривать спорт, то с пяти лет. А если рассматривать как яхтинг, и вам не поздно, и мне не поздно, и никому не поздно. Ко мне пришел полковник, в свое время штурман Черноморского флота, 53 года. Десять лет занимался, пока заботы о внуках его не одолели. У нас нет потолка. Он закончил, учел крейсерские яхты, построил себе яхту, купил яхту и занимается практически всю жизнь. В этом как раз и прелесть того, что мы говорим парус, а потом только парусный спорт. Яхты вышли в море, соревнования начались. Итоги чемпионата станут известны в воскресенье. Ландшафтные заказники озера Картал и озера Кагул в Ренейском районе Одесской области президентским указом объявлены заказниками общегосударственного значения. Кабмин в течение полугода должен обеспечить утверждение положения об объявленных заказниках общегосударственного значения. Режим охраны и сохранения созданных заказников. Разработку проектов землеустройства по организации и установлению границ территории природно-заповедного фонда, который объявляется заказниками общегосударственного значения. Полиция днем оцепила апелляционный хозяйственный суд на проспекте Шевченко. Неизвестный сообщил, что здание заминировано. На место прибыли взрывотехники, кинологи, медики, спасатели. Несколько часов специалисты обследовали территорию. В итоге опасных предметов не нашли. Устанавливается личность телефонного хулигана. Его разыскивают. А Суворовский райсуд вынес приговор студенту-выпускнику одного из одесских вузов, который сообщил о минировании кафе-бара на проспекте Добровольского. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Чтобы посеять панику среди посетителей, студент позвонил в полицию и сообщил о том, что здание заминировано. После того, как полиция установила личность и разыскала лжеминера, студенту пришлось возместить причиненный ущерб. Суд приговорил правонарушителя к трем годам заключения, но от отбывания наказания освободил, назначив условный срок два года. В этом году цены на овощи и фрукты побили все рекорды. В августе украинцев пугала стоимость помидоров. А сейчас агрария уже предупреждают. Кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неблагоприятной погоды урожай самых востребованных овощей и фруктов низкий, а потому цены на них могут шокировать уже в ближайшее время. По прогнозам экспертов, яблоки в этом году будут стоить как минимум в два раза дороже, чем в прошлом. Цены на яблоко в этом году ожидаются более высокие, чем в прошлом. Так, к примеру, яблоки сорта гала поступило в продажу по цене 10 гривен за килограмм. В то время, как год назад галу можно было купить где-то в среднем по 3,5-4 гривны за килограмм. Но получается, таким образом, средняя цена на яблоко в этом году в 2-3 раза уже выше, чем в прошлом. Высокие цены обусловлены неурожаем из-за погоды и нехваткой яблок на внутреннем рынке, поясняет специалист. Ограниченное предложение яблока на внутреннем рынке, поскольку основная часть нового урожая не поступает на рынок, а она направляется в хранилище для того, чтобы сформировать новые первые экспортные партии, ну или просто для дальнейшего хранения. А что касается дальнейшей цены, в этом году производство яблока снизится в Украине где-то процентов на 20. Также уменьшится урожай и в странах ЕС, это Польша, Германия, Венгрия, Армения, Чехия. И поэтому в этом сезоне оптовая цена на качественное яблоко по прогнозам аналитиков из фрукт будет в районе где-то 6-9 гривен за килограмм в зависимости от сорта. Зачастую после рекордного сезона, каким являлся прошлый, всегда идет спад. Поэтому в этом году урожай яблок будет невысоким. Это касается и Украины, и других европейских стран, констатировал эксперт. Еще один рекордсмен по подорожанию нынешней осенью – картофель. Высокие цены и дефицит продукта также обусловлены непогодой. Сначала по урожаю ударила жара, а потом сильные дожди. Предложение на внутреннем рынке картофеля довольно сильно ограничено. Потому как неблагоприятные погодные условия в этом году, в частности сильные дожди в летние месяца, очень сильно отразились на урожае, который в этом сезоне значительно снизится. Цены на картофель были где-то в районе 10-12 гривен за килограмм, что где-то 2-2,5 раза выше, чем показатели годом ранее. В конце августа цену удалось немного стабилизировать за счет импорта, рассказал специалист. В конце августа у нас началась более массовая уборка картофеля по всей территории Украины, и цены немного опустились. К тому же цены опустились еще и по той причине, что в Украине пришлось импортировать картофель из Беларуси. То есть предложение у нас на внутреннем рынке возросло, и цены немножко упали, где-то до 7-10 гривен за килограмм. Запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют, поскольку картофель дозревал в экстремальных условиях. Он быстро испортится. Специалисты рекомендуют подождать еще месяц и только потом делать зимнюю закупку. 40 спасателей тушили пожар в общежитии на улице Курской. Горели две комнаты на пятом этаже здания. Люди не пострадали. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения около 9 вечера. К прибытию первых пожарно-спасательных подразделений здание уже было сильно задымлено, а на пятом этаже горели две соседние комнаты. Во время ликвидации пожара эвакуировали пятерых жителей. Погибших и пострадавших нет. Через час возгорания на площади 20 квадратных метров полностью ликвидировали. Причину пожара выясняют эксперты. Старшему администратору сгоревшей гостиницы «Токио Стар» предъявлено подозрение в нарушении правил пожарной безопасности по облегшим гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Как выяснилось в ходе расследования, с 2009 года подозреваемая работала в этой должности фактически как руководитель гостиницы. В ее обязанности входило решение вопросов, в том числе связанных с пожарной безопасностью. Напомним, в результате пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек, в том числе ребенок и иностранная гражданка. Ожоги и травмы получили 10 постояльцев. 20 августа фактически владелец помещения Вадим Черный был арестован на два месяца без права на залог. Позже, по факту пожара в отеле «Токио Стар», обвинение предъявлено еще одному совладельцу гостиницы. Дочь гражданки Австралии, погибшей при пожаре, требует миллион долларов и более 600 тысяч гривен в качестве возмещения морального и материального ущерба. Календарное лето закончилось, но погода радует теплом тех, кто любит солнце и огорчает людей, которые комфортнее чувствуют себя при прохладной температуре. О том, была ли погода нынешним летом привычной, замечают ли одесситы определенные перемены климата, наши корреспонденты узнавали на улицах города. Большинство наших собеседников говорят, лето становится теплее. Ну, жарче становится намного. Лето горячее, зимы почти нет, одна осень. Теплее становится климат. Лето стало какой-то импульсивно, перепады между холодом и теплом, что очень не свойствовало, особенно нам, южному региону. У нас какое-то было более плавное, такое нормальное, комфортное. А сейчас холод, нельзя там отдыхать, нормально купаться. А потом жарко так, что невозможно выйти. Ну, как вам сказать, конечно, климат меняется. И меняется, удлиняется, видите, летний период. Сносительно год от года, сезон от сезона, температурные изменения все-таки есть. Ну, второй год подряд, крутая погода осенью, в начале осени, незаметно, что уже наступил более холодный, более холодное время года. Ну, потепление замечала больше, жарче, жарче лето, намного жарче, чем ранние периоды. А так, в принципе, больше нет. Также одесситы отмечают, участились ураганы, грозы и другие подобные природные явления. Такие-то вехи появились, и смерчи, и все непонятные, очень резкий шторм, может быть. Тихо вдруг раз, полетело все, порвало, переворачивало, поломало деревья, повредило автомобили. Да, перепады, дожди, ливни. Ну, вот эти ураганы, циклоны больше. Ну, есть, конечно, изменения. Но есть и те, кто не придают этому значения и считают такие явления несущественными. Все нормально, этого не замечал. Но замечал другое. Каждым годом оно все, это самое, зима становится короче, лето чуть длиннее, или потом меняется. Как-то так. Вот такие изменения. Раньше было как-то так. Незаметно это все. Вообще заметно. Ну, уже, да. Вы знаете, в этом году, по-моему, не было такой. Вот в прошлом году действительно, насколько я помню, и это такое индивидуальное восприятие. Ураганов у нас нету пока, пока мести, слава богу. А лето было жарко. Вот, возможно, это связано с тем, как... С потеплением. С потеплением. Но я думаю, что все будет хорошо. Кто-то любит тепло, кто-то радуется снегу. Главное, говорят наши собеседники, чтобы погода соответствовала временам года. Больше всего, конечно, осенняя. Может, переходы с летнего на зимний период. По сезону, как говорится. Должна быть весна, должно быть лето, осень и зима. Все. Любая погода прекрасна, но если она естественна, то соответствует времени года, можно сказать. Как сейчас? Ни жарко, ни холодно. Ветерок, солнышко. Прелесть. Честно говоря, мне нравится вся. Зимой я люблю снег, мороз. Летом плавал, море. Я вообще там нырял, не сидел. У меня более прохладно, если честно. Более, когда не так жарит. Радует многих одесситов теплая осень и продолжающийся пляжный сезон. Да, пока радует. И будет еще, наверное, прогноз такой, что комфортный сентябрь. Да, все лето на море. И сейчас на море ходим. Правда, погода пару дней испортилась. А так отлично. Несмотря на то, что наступил сентябрь, многие одесситы продолжают ходить на пляж. А некоторые говорят, именно осенью им можно спокойно отдохнуть на побережье. Отдыхается отлично. Купаюсь, плаваю вон туда, до тех кораблей, обратно. Короче, здоровый отдых в жизни. Людям все время надо купаться. Я человек на пенсии. Прохожу летом в 8 часов, ухожу в 6. Все время в воде, на солнышке немножко. Хотя врачи говорят, на солнце уже пенсионерам нельзя. За кому? За 70. Но мы все равно раскуем. Вода отличная. Правда, трошки мутновато. Но волна красавица. И погода, видите, какая прекрасная. Отличная погода. Это самое лучшее время, когда можно действительно прийти на море. Посмотрите, никого нет. Что такое море? Море – это уединение. Ты находишься вместе с природой. Никто тебе не мешает. Естественно, самое лучшее время сейчас, когда люди работают, а те, кто есть возможность какая-то выйти, их мало. Вот, например, сейчас у нас. Мы довольны, мы счастливы, радуемся. Климатологи утверждают, что в нынешнем году были побиты многие температурные рекорды. А в целом год стал самым жарким в истории наблюдений после 2016 года. И это с учетом естественной климатической изменчивости является еще одним свидетельством глобального потепления. Кроме того, ученые уже говорят о том, что наша планета вступила в период шестого великого вымирания видов. Об изменениях, которые произойдут на Земле в течение одного-двух десятков лет после новостей. В программе «Тема дня» рассказывает доктор физико-математических наук, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко. Вся биосфера перестраивается под новые климатические условия. И естественно, что они не могут быть однозначно плохими или однозначно хорошими. Ну да, то есть у планеты нет плюсов или минусов, так? Нет, но в нашей планете, ну скажем, все равно. Она еще не такая переживала. Да, она переживала все и переживет все. Но переживет ли высшие животные, включая человека, это? Это уже питание. Да, совершенно верно. То есть сейчас идет, ну скажем так, мы говорим о шестом великом вымирании. Речь идет о том, что остаются наиболее приспособленные. А наиболее приспособленные – это более мелкие. Более мелкие. То есть, то великие тварины? Они вымирают, и они вымирают очень быстро. И, к сожалению, это и влияет и на человека. Художественная керамика давно и прочно вошла в жизнь человека. Это искусство известно с древних времен и популярно сегодня. Познакомиться с некоторыми направлениями этого вида искусства можно на выставке «Керама Хаус». Свои работы представили Мария Кириленко и Лидия Лазарцева. Когда говоришь о керамике, все представляют себе посуду или какие-то вазы, в лучшем случае декоративную скульптуру. Мы же сделали в этот раз в основном акцент на пласты, декоративные плакетки и маленькие панно. Для того, чтобы показать, что керамика имеет очень разное направление. И вот такое плоскостное направление является украшением любого интерьера. Художественная керамика сопровождает нас практически повсюду, отмечает Лидия Лазарцева. Есть плитка, есть облицовка, есть израсы, есть печи, камины, трубы даже керамические. Все знают утилитарную керамику, это вазы, скульптуры, посуда, которая есть в каждом доме. А вот декоративную такую неутилитарную керамику знает мало кто. Поэтому мы решили показать зрителю такой вид керамики для того, чтобы донести до обывателя. Любовь к керамике как материалы проявилась еще в процессе обучения, говорит Мария Кириленко. Я поняла, что он настолько безграничен, как мягкий материал, который можно дополнять в других техниках. И вот я представляю здесь несколько работ, которые совмещенные с горячими эмалями, а также с деревом, с мозаикой. То есть пыталась такой симбиоз немножко совместить. Создание предмета искусства из керамики – довольно сложный и трудоемкий процесс. Но, несмотря на это, очень интересный, рассказывает преподаватель художественного училища имени Грекова. Не бывает идеальных работ. Бывает, особенно в керамике, это вот оно такое, какое оно есть. Такой цвет получился в таком образе. Ты можешь просто только догадываться, предполагать. Но особенно, когда ты вплавляешь в керамику смальту, стекло, она течет туда, куда хочется. Это точно как твой ребенок, который делает то, что он хочет, и не так, как мы это задумывали. На выставке художницы представили и свои любимые работы. Я очень люблю «Поймай меня, если сможешь». Многие не совсем понимают ее, но я знаю, насколько я вложила в нее свой смысл. И я хотела показать, как в молодые годы некоторые люди ухаживают. Вот, все сумрачно, все тайно, все намеками. И тут кто-то тебе подмигивает. Вот именно это ощущение мимолетности хотелось мне запечатлеть. Гости выставки высоко оценили представленные работы. Очень интересная выставка, очень интересные работы. Мне понравились и цветовые сочетания, которые используют художники, и различность фактур, и сочетание керамики и эмали. В общем, очень глубокие, со смыслом работы, которые могут украсить любой интерьер. Это все очень высокопрофессиональные работы. Что преподаватели Лидии Лазарцевой, что Маши Кириленко. Сделаны с большим вкусом. И на фоне вообще ширпотреба, который завален, и наш город, и вообще все это очень действительно деликатные, тонкие, очень хорошо продуманные вещи. Поэтому я всем рекомендую посетить эту выставку. Выставка организована при поддержке интеллектуального форума. Большая благодарность интеллектуальному форуму, с которым художественное училище работает много лет. Они помогают и студентам, и преподавателям делать вернисажи, такие как этот. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.